Расположенный в оживлённом деловом районе Токио, храм Камьодзи предлагает безмятежную террасу под открытым небом. Это убежище для офисных работников и местных жителей, которые могут принести сюда свои обеды, поработать на ноутбуках или просто насладиться чтением книги. А ещё монах Юкен Кихара бесплатно предлагает свои домашние десерты. Каждую среду он угощает посетителей сезонными сладостями и подаёт чай. Назвал это еженедельное собрание «Аматенаси», что переводится как «гостеприимство». «Вначале мы предлагали только магазинный кофе. Но посетители спрашивали, нет ли здесь чая или десертов. Так мы решили делать собственные десерты и создали меню на основе отзывов посетителей». Также по средам монах проводит 10-минутное чтение сутр, то есть религиозных текстов. А ещё предлагает посетителям поговорить на любую интересующую их тему. Чтобы сюда попасть, нужно заранее забронировать посещение онлайн. При этом монах подберёт для каждого десерт в соответствии с его предпочтениями и возможными аллергиями. «Я давно хотела приехать сюда, но колебалась, поскольку нужно было бронировать заранее. На этой неделе я не работаю. Также летом не удалось съездить в отпуск. Поэтому я наконец решила прийти сюда». Кулинарные творения Кихары вдохновлены временами года. Он часто использует натуральные ингредиенты и сезонные фрукты, которые подносят прихожане храма. Примечательно, что сам Кихара не всегда был монахом. В 2005 году он просто вызвался помочь заниматься хозяйственными делами храма. Позже пришёл к монашеской жизни. Дон Хейдлбо – 53-летний риэлтор из Огайо, которая принимала Аземпик, чтобы контролировать уровень сахара в крови. Она рассказала агентству Reuters, что после увеличения дозы лекарства столкнулась с проблемой. Почувствовала себя вялой, подавленной и временами склонной к суициду. «Я помню, как подумала, моей семье было бы намного лучше без меня, потому что я в жуткой депрессии и постоянно в своих мыслях даже не разговариваю». Дон говорит, что в прошлом у неё депрессии не было. Такие мысли были для неё не совсем привычными. При этом, если она пропускала приём лекарства, то тревожное состояние проходило. Как выяснили в ходе журналистского расследования, женщина оказалась не одинока. По данным агентства Reuters с 2010 года в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов поступило более 250 отчётов, описывающих подобные случаи. Пациенты описывали суицидальные мысли при приёме этих или аналогичных лекарств. Часто в докладах описываются симптомы, которые появлялись после начала приёма препарата или увеличения дозы, и прекращались, когда лекарства не принимали. Такие препараты наполняют бурно развивающийся рынок средств для похудения. В июне регулирующие органы здравоохранения ЕС и Великобритании объявили, что начали проверку в связи с тем, что эти медикаменты несут суицидальный риск. В этой комнате афганские беженки учатся шить одежду для детей и взрослых. Курсы проходят в Центре профессиональной подготовки в пакистанском городе Пешавар. Их организует Махра Башир. Женщина по профессии – политолог. Окончила Пешаварский университет, а затем 12 лет проработала в некоммерческой организации. В прошлом году решила помогать беженкам из Афганистана устраивать свою жизнь. Студенток учат не просто шить, но и разрабатывать дизайн одежды. Здесь они также учатся вышивать и осваивают навыки визажиста и косметолога. «Некоторые студенты из предыдущей группы, обучившиеся пошиву одежды и вышивки, получили работу в местной некоммерческой организации. Некоторые из тех, кто прошёл курсы красоты, открыли свои салоны». Открыть салон удаётся не всем, но выход есть. «Некоторые студенты уже зарабатывают на дому. Они делают макияж, в том числе свадебный. Также делают различные косметологические процедуры». В центре также есть отдельное помещение для тех, кто не нашёл работу. Здесь можно шить одежду, а потом продавать её на рынке или онлайн. Так получается заработать до 35 долларов в месяц. Курсы длятся три месяца. В первый раз записались более ста афганских женщин. Сейчас студенток в два раза больше, и количество заявок растёт. Обучаться приходят и пакистанки. «Нам должны дать несколько швейных машинок, поскольку у нас много студентов и оборудования не хватает». Основательница центра говорит, что ему нужна материальная поддержка. Она сама постоянно вкладывает деньги, чтобы свести концы с концами. Если найдутся спонсоры, то здесь могут обучать до 500 женщин за один поток. В этом небольшом рабочем пространстве стены выложены специально разработанной плиткой. Она наполнена различными микробами из почвы, а также другими частицами органического происхождения. Материал плитки имеет пористую структуру, что позволяет микробам выходить наружу. Плитка также тактильна. Когда к ней прикасаешься, микробы переходят на кожу. И в этом углу будет работать британский дизайнер Ричард Беккетт. Он стал добровольным подопытным в эксперименте. В ходе него проверят, как на организм влияют так называемые полезные микробы. Это выяснят по его анализам крови. Эксперимент будет проходить на выставке «Маленькие пространства в городе» в галерее Рока в Лондоне. «У меня уже взяли кровь, чтобы было с чем сравнить. В течение всего эксперимента я буду работать в этом небольшом пространстве, где подвергнусь воздействию почвенных микробов». В современном мире люди не подвергаются воздействию таких микробов, поскольку живут вдали от природы. «Городская среда становится всё более стерильной и полностью лишена тех микробов, доступ к которым нам нужен для здоровья организма. Надеюсь, в мой организм попадёт много этих полезных микробов, которые будут стимулировать мою иммунную систему». Настенная плитка с пробиотиками создана под вдохновением от японской концепции купания в лесу, согласно которой погружение в природу оказывает положительное воздействие на тело и разум. Исследование пока не научное. Однако оно может привести к дальнейшему изучению этого вопроса. «Мы просто проверим его иммунный ответ, общие иммунные реакции. Мы можем стимулировать иммунные клетки, смотреть, как они реагируют, когда активируются». Дизайнер же говорит, что результаты исследования могут изменить правила строительства. Так могут быть внедрены материалы, богатые микробными веществами. Шедевры греческого художника эпохи Возрождения Эль-Грека впервые выехали за пределы Испании. Теперь их можно временно увидеть на бесплатной выставке в базилике святой Агнесы на пьяцца Навона в Риме. Экспозиция под названием «Открытое небо» продлится до 5 октября. Она проходит в рамках к подготовке к юбилею 2025 года. Юбилей Ватикан отмечает каждые 25 лет. Ожидается, что в Рим на празднование соберётся более 30 миллионов паломников. «Тот, кто входит в церковь Сан-Таньезе и Нагон из площади Пьяца Навона, сразу видит одну из величайших жемчужин эпохи барокко – работы архитектора Франческо Боромини. Но как только он разворачивается, то, к своему удивлению, видит великие шедевры Эль-Греко». Выставка объединяет три работы Эль-Греко, настоящее имя которого было Доминикас Теотокопулос. Это Христос, несущий крест, святое семейство и крещение Христа. На них проявляются характерные черты его искусства – превосходство цвета над фигурой и воображение над точным изображением действительности. «Эль-Греко объединяет Восток и Запад, сочетает особенности византийских икон, работ Тициана и Тинторетта, рисунков Пармиджана и композиций Микеланджело. Это превосходный синтез истории христианского искусства». В центре висит «Крещение Христа» – картина высотой более четырёх метров, заказанная в 1608 году. Эль-Греко работал над ней до последних дней своей жизни. Она символизирует духовное путешествие, которое необходимо совершить на пути к Божественному. Выставка лишь первая из многих, которые откроются в итальянской столице в ближайшие месяцы. В Мехико открылась выставка артефактов до испанской эпохи. Впервые представлены хорошо сохранившиеся деревянные ритуальные подношения ацтеков. Экспонатам более 500 лет. «Здесь представлены маски, изображающие бога дождят лалока. Но мы нашли и антропоморфные маски. Многие из них связаны с воинами, погибшими во время войны. На масках полуоткрытые глаза и даже открыт рот. Поэтому исследователи предположили, что они изображают воинов, погибших во время сражения». На некоторых артефактах видны следы оригинальной краски. Одно из изделий изображает мифического помощника ацтекского бога дождя Тлалока. С одной стороны у него скипетр в виде змеи, а с другой – крошечный кувшин для воды. Среди недавно обнаруженных предметов – вырезанные тонкие маски, скипетры древних божеств и оружие, которое они хоронили вместе с принесёнными в жертву животными. Они были в одежде божеств и воинов – как мужчин, так и женщин. Большая часть экспонатов была найдена под руинами культового сооружения ацтеков рядом с музеем Темпло-Майор в центре мексиканской столицы. За 50 лет раскопок обнаружили несколько сотен подношений. Многие из них находились в запечатанных каменных камерах. Витрины с деревянными экспонатами оборудованы так, чтобы поддерживать строго определённые влажность и температуру и защитить артефакты от разрушения. «Древесина – это материал, который можно найти повсюду. Он доступный, благородный и пластичный. В доиспанские времена его широко использовали. Однако в археологии древесину находят редко. Это очень хрупкий материал, поэтому мы не можем даже представить, какие чудесные вещи делали мастера в доиспанский период». Новая экспозиция погружает посетителей в древний мир, где дерево превращалось в высокое искусство. Торжественный момент на всемирном конкурсе красоты среди китаянок, организованном телеканалом NTD. Конкурс проходит в Нью-Йорке. «Мисс NTD 2023 стала…» Синтия – уроженка Техаса с китайскими корнями, получает приз в размере 10 тысяч долларов, корону из 18-каратного золота и важную миссию. Её цель – продвигать традиционные понятия женской красоты древнего Китая, которые включают богатый внутренний мир. Синтия – исследователь в сфере защиты прав человека и дипломатии. Она говорит, что слышала истории многих женщин, которых репрессируют за их веру. «Моя цель – отстаивать их базовые права, добиваясь поддержки правительства и проводя разные кампании». Конкурс красоты NTD в целом призван возродить чистую красоту, которая основана на внутренних моральных ценностях. Конкурсанток оценивали не только по внешним качествам, но и ещё по пяти параметрам – нравственность, честность, благопристойность, доброта и верность. «В конкурсе красоты NTD мне понравился упор на традиционные ценности женщин, на ценности китайской культуры. Это очень важно». Конкурсантки подготовили ряд выступлений – от классического китайского танца и игры на флейте до исполнения мелодий на китайском инструменте эрху. Также они продефилировали в вечерних нарядах и поделились своим пониманием истинной красоты. «Я считаю, что когда искренне ставишь интересы других на первое место, то люди увидят ту красоту, которую излучает человек». «Хочу использовать свои таланты, чтобы делиться с людьми красотой настоящей традиционной китайской культуры. Спасибо всем». Победительница отправится в путешествие по разным странам мира. Международный телеканал NTD ставит своей целью продвижение традиционных общечеловеческих ценностей. Он также проводит конкурсы традиционного китайского танца, боевых искусств, классической живописи, кулинарного искусства, фортепиано и другие.